В студенче занимался альпинизмом. Грубо говоря, ребята позвали, нам нужен врач. Ты же ходил в горы. Говорит, без проблем. Ну и пришел сюда. Первая моя спасработа была в 1984 году в Охотском море. Мы спасали детей. На теплоходе получился пожар. Детей ночью выкуривали в шлюпке. Их разнесло. И мы вели поисковую работу и спасали. Но спасли всех благополучно. Никто не пострадал. В Восточных Саянах самые сложные спасательные работы. Так как там нет инфраструктуры, часто бывает, что вертолет не может вылететь. В 12 часов идешь просто пострадавшему. Больше всего, наверное, это запомнилось у нас в 2011 году. Были поисковые работы самарских отшельников, которые ушли своей сектой в тайгу через Бурятию в Туру. Четыре дня мы ехали на машине и два дня шли пешком до них. Спасли благополучно. Все доставили. Все живые, здоровые. Но на грани они уже были. На грани голода. И вот жили они в палатке. 30-ти градусного мороза в простой палатке. И среди них два инвалида было. Не ходять. Поступило сообщение, что на Мункус-Ардык один человек уже погиб, а другой в тяжелом состоянии. ПСО номер два вытащили, получается, живого человека. А мы вторым эшелоном пошли сразу за погибшим. С этого моста на реке Белый Иркут пошли пешком. Был сильный ветер, шел снег. Местами мы торопили по пояс, по колено, чтобы дойти. Мы сходили спортивный маршрут на Мункус-Ардык. Когда мы уже вышли на гребень, внизу стояла группа людей из трех человек. Это оказалась группа, которая поднималась со стороны Монголии. И мужчина на спуске сорвался, получил перелом бедра. Гид монгольский увел всех остальных и оставил с ним двух женщин. И вот они там, грубо говоря, начали потихоньку замерзать. Ну, тут, слава богу, оказались мы, оказали помощь и начали транспортировать. В сторону Монголии это не вариант. Там 20 километров. Мы незаконно перетащили через границу пострадавшего. Троих причем. Можно сутки длиться, спасательные работы. Больше 12 часов в таких тяжелых условиях. Ну, бывает страшно. Бывают такие опасные моменты, где можно и самому пострадать. Служба обучает, подготавливает, тренируемся. И каждый выносит в лепту спасения человека. Как-то вы следите за судьбой этих пострадавших? Ну, примерно, да. Интересуемся, если они выходят на связь. Все нормально, то ладно. Если бы еще одна жизнь была, вы бы пошли к спасателям? Конечно бы пошел. Около сотни-то-то точно спасенных есть за всю жизнь. Кто-то благодарит. Ну, иногда говорят спасибо. Спасибо.